Продолжение следует... 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 А теперь все это стало подводиться, ну так будем говорить, под один знаменатель. И поэтому, конечно, это очень сложно, особенно то, что это совершенно новое и неизвестное заболевание. Поэтому каждый должен был, кроме того, что он проходил обучение, официальное обучение лечению этого болезни, еще должен был сам непосредственно заниматься самообразованием и пониманием вообще сути, что такое инфекционная патология. Это очень сложный процесс, потому что становиться инфекционистом за 1-2-3 года практически невозможно. Все в мире, не только в Российской Федерации, вынуждены были становиться именно в очень короткий срок специалистами вот этого профиля. И будем говорить так, что все-таки достаточно эффективно все работают, несмотря на то, что очень много еще больных. И я думаю, что они еще будут в какой-то период, там год-два в таком вот объеме, который есть. Но эффект все-таки за эти полтора года положительный мы видим. Я имею в виду в рабочей медицинской службе, именно врачей и медсестер. Можно, да, но кроме того, что становится инфекционистом, огромная нагрузка. Нагрузка, естественно. Вот за мои 33 года мы переживали разные вспышки, водные, пищевые. Но все они были кратковременные. Они длились неделю, ну 10 дней. Но больше месяца полутора таких вот вспышек, которые были связаны с сезонными подъемами, не было. А здесь, представляете, в таком, во-первых, именно объемы какие и такая длительность, просто-напросто это очень тяжело и физически. Марафон. Не столько даже морально, сколько физически очень тяжело. Поэтому, конечно, это тоже, на мой взгляд, печаток на работу всей медицинской службы. Нет ли выгорания? Не произошло какого-то вот разочарования у медиков? Вы знаете, вы, наверное, вот как-то перехватываете. Вы говорили в начале, что конгрессы различные, конференции. Очень большая, всероссийская, с международным участием конференция именно синдром выгорания. Прошла буквально вчера, позавчера и сегодня. И поэтому обсуждение этого вопроса говорит о том, что такая тенденция есть. И максимально сейчас направлены силы руководителей здоровья и все для того, чтобы поддержать врачей и медсестер, для того, чтобы они не опускали руки и, ну, как сказать, не расслаблялись, что ли, в этой сложной ситуации. А такая тенденция все-таки существует. Очень тяжело. То есть вот мало того, что текучка кадров, что так вот не хватает, и еще уходят из профессии, из этого, да, и болеют. И сами болеют, и устают, и уходят. И вот из моей службы люди уходят от усталости. Просто от усталости. А иногда, знаете, бывает, я просто совсем недавно находилась на больничном, и у терапевта вот на приеме была, и она ворчит, она ругается, я понимаю, да, уйду я, сил моих больше нет. И тем не менее, тут же я смотрю, умудряется давать свой личный телефон больным, и люди ей звонят, несмотря на то, что огромная нагрузка, да, безумные эти, как бы, очереди. Вот, то есть ей тяжело, но тем не менее, даже вот в этой ситуации все равно. Основная масса врачей все-таки пришли по призванию, и они, что бы мы ни говорили, как бы мы ни ругали нашу медицину, но все-таки, когда тяжело, мы все равно идем туда. Да, 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 вот я вот это поняла, я прям это увидела, действительно, своими глазами. 35-55-00, это наш номер телефона, присоединяйтесь к нашей теме обсуждения. Ну, конечно, главный вопрос у нас это вакцинация, мы к этому еще перейдем. И вот хотели бы у вас, уважаемые телезрители, полюбопытствовать, вакцинировались ли вы, и если да, то, может быть, призываете, и сейчас будете призывать остальных, немедленность в этом вопросе 35-55-00. Мы говорим о врачах, но отношение пациентов за этот период как-то поменялось. Что произошло в лучшую, в худшую сторону? Мы с вами летом встречались, к тому же коронавирусу поменялось ли отношение у людей? Вы знаете, наверное, поменялось все-таки, причем поменялось, наверное, может быть, двойственно, я скажу так. Во-первых, пациенты стали более терпимыми, они увидели о том, что если раньше это были очень нервные срывы большие, очень тяжело не вызвать скорую, не попасть в кровь. Сейчас начинают, не сейчас, вернее, а уже с весны, наверное, если не с зимы, стали понимать, что не все зависит здесь от медиков, что такая ситуация, и мы не сможем одновременно увеличить количество медицинских работников в 3-4 раза, да? Поэтому люди стали несколько терпимее, это в первую очередь. Во-вторых, они стали более спокойны в том плане, что если что-то даже с ними заболевает, основная масса все-таки к этому относится не без истерик, без всего, и спокойно понимает, что надо обращаться к врачу, надо получать консультацию, надо при необходимости войти в ту ситуацию, которая есть, и не обязательно это должно быть КТ, не обязательно это должна быть госпитализация. Тут все должно быть взаимопонимание между медицинским работником, между врачом и пациентом. И я вижу сейчас просто это взаимопонимание намного лучше стало, даже вот по последним обращениям и звонкам наших жителей, я вижу, что у людей это понимание есть. Ну и, знаете, отношение к ковиду все-таки из-за того, что прошло длительное время, оно стало немножко другим. Они стали понимать, что это не какая-то выдумка, что это не что-то такое, находящее за забором где-то там, и ко мне это не имеет отношения. Потому что, как бы мы ни говорили, я не хотел бы такие параллели проводить, как вот мы говорили, что война, она тронула каждую семью. Но, наверное, ковид тоже затронул практически уже каждую семью. Кто-то легче перенес, кто-то тяжелее, кто-то уже потерял своих близких, и поэтому люди стали немножко по-другому к этому относиться. Более серьезно все это стали воспринимать. Хотя есть еще целый ряд таких вот групп, которые, ну, мы с вами, помните, в прошлый раз говорили, это абсолютно негативно. Которых не переубедить. И да, и смысла никакого там нет. Единственное, что мы должны людям разъяснять, а они сейчас уже 21 век на дворе, все грамотные, каждый должен делать выводы сам. Наше с вами дело – дать полную и объективную информацию ситуации. А вот сейчас есть еще такая тенденция, ну, вот переболели родственники, знакомые, и некоторые пытаются самостоятельно лечиться, брать какие-то препараты. Вы знаете, никогда бы это не рекомендовал ни при одном заболевании, тем более при ковиде. Мы же с вами в начале уже передачи сказали, что до сих пор это заболевание еще малоизученное. Протекает совершенно, бывает не так, как это должно было протекать. И даже уже вроде все идет, человек на излечение, все уже, его даже к выписке готовят, происходит какой-то криз, так будем говорить. И человек в худшем случае погибает, в лучшем случае проводит на боличной койке еще гораздо длительное время, вплоть до реанимационных. Поэтому, хотя все уже шло к тому, что этот человек уже должен был идти домой, все нормально. Очень еще малоизученное заболевание. Поэтому самолечением заниматься при нем, я бы ни в коем случае не то, что не советовал, а просто категорически противник. Ну а как вот на сегодняшний день связки должны действовать? Родственники, пациент, доктор, ну если в семье случилось, то кому? Ну вы знаете, во-первых, элементарное соблюдение правил личной гигиены и дистанцирования все-таки возможности, такие у основной массы населения есть. У нас сейчас нет такого количества общежитий с одним коридором, у нас нет такого количества коммунальных квартир, правильно или нет? Все равно в основном это все-таки изолированное жилье. И по возможности все это можно соблюдать и как-то привести. Очень многие имеют не одну квартиру, многие уходят в период заболевания, кто там на даче живет или кто поздоровит. То есть изолироваться. Сейчас зима может быть не совсем это так, но все это имеет место свое. И родственники должны понимать и врачей, потому что иногда бывает еще очень редко, правда сейчас, но такое встречается, когда родственники еще хуже пациентов не дают работать медицинским работникам. Звонят, да, истерят, панику разводят. Таких становится очень мало, но они все-таки есть. Ни в коем случае не надо вносить вот этот сумбур, надо чтобы между самим больным и врачом было очень хорошее взаимопонимание, и родственники нужны только для того, чтобы помогать. И пациенты очень тяжело переносят реабилитационный период, который после выписки. Ведь уже никто не скрывает, и все давно говорят, установлен факт, что есть проблемы и с психосоматическим состоянием после перенесенного. Здесь требуется очень внимательное отношение родных и близких для того, чтобы помочь человеку в первые же месяцы после болезни прийти в нормальное, в социум, так сказать, реабилитироваться. Вирус мутирует очень активно и помолодел. Помолодел Лея Семенкова. Я бы не сказал, что он помолодел, просто стали болеть еще и детки стали болеть, но вот тенденции в Челябинской области и в Манитогорске, я вам должен сказать, что основную массу в 3-4 раза в показателях на 100 тысяч групп населения у нас все-таки превышает это лица старше 60 лет. То есть все равно это пожилые лица. Остается, да, так же это история. Конечно, все равно они и на сегодняшний день занимают ведущее положение. Хотя, конечно, стали больше регистрироваться заболеваемость среди молодежи и деток, потому что все-таки школы, комплектование коллективов, хотим и не хотим, тоже... А часто ли заболевают повторно? Вы знаете, заболевания в случае повторно есть, больше все-таки среди медицинских работников, потому что количество вирусов, с которым они сталкиваются, намного больше. Но есть и случаи повторных заболеваний, причем с интервалом после первого, вот в случае заболевания вторым, от 3 до 80 месяцев. То есть у нас есть те, которые буквально, будем говорить, только вышли с больничной койки, проходит 2-3 месяца. Мы по-разному это оцениваем. Иногда мы это оцениваем, что просто организм еще не восстановился, это еще отголоски того заболевания. Но есть и то, что когда человек абсолютно вылечился, у него была абсолютно чистая картина в легких, но при новом заболевании картина повторяется. Причем не всегда абсолютно в той же самой манере. Иногда она совершенно меняется кардинально. Потому что вы же видите, сейчас говорят, уже не только легкие поражаются. Вообще ковид поражает сосуды. И вот именно сосуды и легкие, наиболее такая тропная ткань, поэтому легкие больше всего страдают. Хотя это действительно больше сосудов страдает. А вот говорит ли это о том, что если ты находишься постоянно в эпицентре, и получается, что раз через 3 месяца даже можно заразиться, врачи, как никто другой, находятся в эпицентре всегда этого заболевания. И каждый раз они получаются некую дозу. И тем более, что если разные накладываются, это тоже имеет место быть. Конечно. И вирус мутирует, вы правильно сказали. И поэтому вроде как и защищенные. У нас есть и медработники, которые и переболели, и вакцинировались, и повторно заболели. Но уже клинически, ну это уже, вы знаете, видно, что люди сами говорят, слава богу, что вакцинировались, потому что намного легче переносит заболевание. Но все-таки вот эта тенденция, когда ты болеешь вакцинированной, все-таки легче переносится. В основном, в подавляющем большинстве, намного легче переносится заболевание. Это вот видят все. И очень много отзывов таких, что вот слава богу, вы нас заставили. Вот мне говорят, кто уговорил, кто заставил. Но если бы нет, я представляю, чтобы со мной было. Потому что лежали на одной койке с вакцинированием, с акцинированием, и мы подумали, что какие же мы были дураки. Вот дословно вам говорю то, что говорит наше население. Ну а как меняется все-таки отношение к вакцинированию? Вы знаете, вот сейчас осенью опять она стала немножко, на мой взгляд, замедляться положительная динамика. Если весной и летом у нас были очереди за прививками, причем очереди были, то на сегодняшний день я не могу сказать, что эта тенденция продолжается. Опять какое-то затище наступило, хотя народ хочет вакцинироваться, и вот сейчас все делается в здравоохранении для того, чтобы это было не в поликлиниках, а максимально приблизительно, для того, чтобы не пересекались потоки. Потому что люди говорят, мы бы вакцинировались, мы не хотим идти в поликлинику, чтобы не контактировать с больными. И сейчас все делается для того, чтобы в торговых центрах, то есть по возможности, сейчас вот в садах у нас было летний период, сейчас вот уже закончилось. То есть максимально делать там, где можно меньше контактировать с больными. И люди идут на это. – Самое сложное на сегодняшний день в вашей профессии, еще раз если можно подытожить этот блок медицинский, посвященный именно врачам. Что на сегодняшний день самое сложное, может, лично для вас? – Вы знаете, для меня, может быть, это не самое сложное, хотя я это вижу, и самое сложное – это терять пациента. Терять. Понимаете? Когда ты видишь, что ты не можешь ему ничем помочь при наличии всех инструментальных, медикаментозных, а человек уходит – вот это самое тяжелое. И на сегодняшний день, как бы мы ни говорили о врачах, что вырабатывается какое-то холодное отношение, вплоть до циничного отношения, я должен вам сказать, что нет этого. Все равно и в душе, и в сердце медработники сопереживают и очень тяжело страдают, когда люди говорят – это самое сложное, самое тяжелое. – А самое приятное, наверное, когда выздоравливают? – А самое приятное, когда люди не просто выздоравливают, а когда то, что они выздоравливают, то, что они сделали, какие выводы, когда они могут еще свои переживания, свое мнение донести до окружающих, и благодаря этому это помощь врачах. – Спасти других. – 35-55-00. – Уважаемые телезрители, мы ждем ваших звонков, присоединяйтесь к нашей теме обсуждения и рассказывайте, если вы уже вакцинировались, может быть, три вакцинации уже была, и, может быть, с помощью нашего сегодняшнего эфира проагитируйте других, что медлить в этом вопросе нельзя. – 35-55-00. – Мы продолжаем. – Читачер Темовых ждет свою очередь в кабинет. Супруги пришли в поликлинику, чтобы сделать ревакцинацию. Говорят, не хотят болеть сами, заражать других. Да и с прививкой как-то спокойнее. – Боялась, но умереть боюсь больше. И еще больше боюсь заразить своих родственников. У меня внуки, они ко мне приходят. Я сделала вакцинацию, и теперь буду делать ревакцинацию. Прежде чем попасть в процедурный кабинет, медицинский сотрудник проводит с пациентом беседу, спрашивает о здоровье, измеряет давление и температуру тела. Если нет, противопоказания отправляет на процедуру. До прививки не допустят, если имеется ряд заболеваний. – Аллергические, тяжелые реакции. Не надо лучше ставить прививки. Обострение, если хронические заболевания. Они выздоравливают и подойдут на прививку. Сама процедура занимает всего несколько минут. В ближайшие три дня медики советуют не мочить и не греть место прививки, а также временно отказаться от алкоголя. Сначала вакцинацию в поликлиниках третьей городской больницы. Прививки поставили более 40 тысяч человек. Всего же в Магнитогорске привились около 150 тысяч. Это 46% от взрослого населения. – Идите все на вакцинацию. Обязательно. Вакцинация, пожалуйста, идите. Вы будете спасать себя, своих муков, детей. Поставить прививку против коронавирусной инфекции можно в городских поликлиниках, а также в прививочных пунктах. Кроме того, работают мобильные бригады. Поставить прививку можно и перед началом хоккейных матчей возле ледовой арены «Металлург». Это «Магнитогорская времечка». Здесь и сейчас в прямом эфире 35 55 00. Наш номер телефона и одна единственная константа у нас на сегодняшний день – это коронавирус, вакцинация. Есть у нас телефонный звонок. Надежда Георгиевна до нас дозвонилась. Надежда Георгиевна, здравствуйте. – Здравствуйте. Что вы хотели спросить у нашего эксперта? Вы знаете, я в прошлом году в октябре месяце в тяжелой форме переболела коронавирусом. Мне делали трахеоскому, я 5 дней была в коме, 11 дней лежала в реанимации, еще месяц лежала в первой горбольнице в отделении. Вы знаете, такой низкий поклон всему отделению первой реанимации. Врачу Морозову, вы знаете, это люди от Бога. Сколько мне сделали невозможного, это только на… Успокойтесь, успокойтесь. Спасибо вам большое. Вы знаете, всему отделению, всей больнице, всем врачам низкий поклон. Я одного не могу понять. Когда больные достают таблетки, и там, как говорится, извините за выражение, две портянки, противопоказания, и люди пьют эти таблетки. Но почему вы, взрослые люди, не понимаете о том, что вы не только себя не можете, как говорится, подстраховать, а почему не прививаетесь? Это так страшно. Это просто, вы знаете, это просто… У меня муж переболел, и он пошел вакцинироваться. У меня знакомые пошли, глядя на то, как я это все тяжело принесла. Правильно. Поэтому всем врачам, вы от Бога, вы люди… Низкий поклон вам и целую во всем руки. Будьте здоровы. Спасибо, Надежда. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Здорово. Ну, такие вещи, конечно, они пробирают, да, буквально до слез, когда, потому что человек понимает, что с такой болью об этом и говорит, да… Потому что сам на себе это все испытал. Да, да, да. Ну, не просто, да, вот испытал, тем не менее она остается благодарным и говорит о том, что вот именно эти люди ее спасли. Если мы вот сейчас обратимся уже к вакцинации непосредственно, вот как заинтересовать, каким образом все-таки убедить людей и завести вновь эту машину, которая, вы говорите, на сегодняшний день приостановилась. Своеобразный выход из этой ситуации нашли медработников не только Южного Урала, но и всей России хотят как-то немного материально стимулировать. Выплаты начнутся в ближайшее время. И вот эта мера – это не только Южного Урала, это мера федеральная. Небольшие, конечно, это будут деньги, где-то в 288 рублей, совокупное финансирование из федерального, из областного бюджетов, ну и плюс еще уральский коэффициент за каждого пациента, ну так в хорошем смысле, скажем, которого медицинский работник сагитирует. Вот как вы считаете, это действительно такой стимул для медицинских работников, какой-то плюс или… Да и поможет. Ну это чисто там для галочки, да. Я думаю, что то, что это какие-то дополнительные деньги, медицинские работники – это один разговор, это хорошо. Но это не столько стимул, на мой взгляд, сколько плата за то, что резко увеличилась нагрузка на медицинских работников. Потому что все расчеты по оплате труда, все это рассчитано на обычную ситуацию. Мы с вами уже вначале говорили, что ситуация не просто такая, а нагрузка возросла в разы. Зарплата, естественно, в разы не возросла. Будем говорить, что она несколько выше у тех, кто работает непосредственно в ковиде, но все остальные, которые работают, в том числе и которые занимаются вакцинопрофилактикой, у них этих стимулов никаких, ничего это не было, и оплаты дополнительной не было. И поэтому, конечно, объем работы вырос, и я, на мой взгляд, и я это расцениваю не так, как расценивают это те, кто эти деньги выделяет, что это не стимулирование, а это просто оплата дополнительной физической нагрузки на медицинских работников, на врачей, на медсестер, которые этим занимаются. А вот какой будет эффект от этого, давайте сначала посмотрим. Ну да. Ну сейчас многие говорят, да, о том, что вот мы, если пытаться как-то проанализировать и найти какие-то пути все-таки, да, стимуляции, вдохновения, я не знаю, там, мотивации. Не для медработников. Не для медработников, сколько просто для населения. Да, для населения. То есть, действительно, медработникам просто дают те деньги, которые, не знаю, которые хоть как-то, там, минимум хотя бы, да, могут как-то компенсировать это все. Ну это да, какая-то компенсация, что как... Вопрос у меня такой, да, что вот сейчас мы говорим об обязательной вакцинации определенной группы людей. Что это за такое понятие, да, как оно будет, как будут работать эти нововведения? С ноября, если я не ошибаюсь. Не с ноября. Не с ноября, да? В ноябре это уже должен, первый этап уже должен себя показать, реализовать. Уже показать себя нужно, да. Конечно, с 11 октября, со вчерашнего дня началось, вернее, вступил в силу постановление главного санитарного врача Челябинской области. В ряде регионов уже такие решения были приняты. Об обязательной вакцинации целых ряда профессий, так будем говорить. Это не просто люди, которые живут неорганизованные там, пенсионеры, а это именно определенный групп профессий, которые связаны с большим количеством людей, с обслуживанием, с обеспечением жизнедеятельности. То, о чем мы с вами когда-то говорили, что мы не можем позволить для того, чтобы заболеют все электрики, да, или там сантехники, или водоканалы, и мы останемся с вами без воды, без тепла, без электричества. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, а это правильное решение для того, чтобы люди понимали, что если вы сами не захотели и не подумали своевременно о своем здоровье, то государство вынуждено принимать такие, будем говорить, серьезные меры для того, чтобы обязывать это. Причем это никакое не нововведение, которое не связано с коронавирусом. У нас в нашей стране, в соответствии с законом и постановлением правительства, уже много лет действует, что определенные группы профессий по определенным инфекциям обязаны иметь прививки. Если тебе не нравится, ты можешь не работать в этой профессии, ты можешь идти в другое место. Но если ты выбрал эту работу и ты там работаешь, то ты обязан быть прививкой. Ты социально ответственный, да. В том числе и вот при коронавирусной инфекции. Перечень групп достаточно широкий, но и вы сами понимаете, что где у нас чаще всего заражаются. Это в семье, прежде всего. А второе, это там, где они чаще всего сталкиваются. Это где транспорт общественный, это торговые и развлекательные центры различные. И чтобы это все не останавливать. Салоны красоты, там где очень тесный контакт, правильно? Парикмахерские, косметологические. Там не соблюдешь полутора метровую дистанцию. Не пострижешь и маникюр не сделаешь. Поэтому, конечно, сотрудникам этих учреждений необходимо быть привиты. Кроме того, что я сказал, те, которые обеспечат нашу жизнедеятельность. Ну и, естественно, еще целый ряд это торговли там, где просто потоки очень большие наших жителей. Каждый день мы ходим в магазин. Ну а если обращаться к стимулирующим мерам, вот про которые мы говорили, медработников, то там уже есть определенный план. И о планах правительства расскажет заместитель губернатора Ирина Гехт. Послушаем внимательно. План есть. И если бы мы сознательно это сделали все вместе и привелись в августе в 60% соотношение взрослого населения, я думаю, что сейчас мы бы подъема не наблюдали. К сожалению, сегодня у нас где-то порядка 56% от плана вакцинированных. Уровень вакцинации на уровне 2600-3000 в сутки. Это тоже крайне мало на сегодняшний день. И привелось у нас порядка 970 тысяч. То есть это, в принципе, тоже, с одной стороны, достаточно большое количество людей, но должна быть достигнута 80% прослойка иммунизированных в населении Челябинской области, для того, чтобы мы могли остановить течение этой болезни. Челябинской области. Маломобильных граждан. Я хотела бы спросить по поводу 2-й городской больницы поликлиника. Обратились в регистратуру, направили к участковому врачу. После обращения к участковому врачу прошло полторы недели. Никакого ответа. Вы оставьте, пожалуйста, свою фамилию и адрес в редакции. По маломобильным гражданам действительно это не так просто все, потому что привезти бригаду, это надо просто индивидуально такие вопросы решать. И мы его вопросы обязательно решим, не переживайте. Людмила Николаевна, вы после нашего прямого эфира позвоните, пожалуйста, по этому же номеру. Хорошо? И мы запишем ваши координаты. Ну, а мы продолжаем. В Магнитогорске Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам вакцины-профилактики от гриппа. Есть у нас. Там, наверное, и на те же вопросы отвечают и по коронавирусу. Проконсультироваться со специалистами можно по телефону 580412. Разрывается, наверное, номер телефона. Насколько телефон горячий? Да. Причем там два телефона. И периодически бывает, что звонят из двух телефонов. И поэтому надо... Успевать, отвечать, англировать. А какие вопросы чаще всего задают? Вы знаете, вот основная масса была все-таки по возможности вакцинации вне стен медицинской организации. Вот там, да. Потому что вот то, что мы начинали, что люди не хотели бы идти в поликлинику. Но у нас действительно созданы эти условия, мы это делаем. Второе, это люди, которые переболели и хотят вакцинироваться и не хотят ждать после болезни полугодия. Потому что ранее чем 6 месяцев не рекомендуется делать прививку. А люди хотят, а мы хотим сразу. То есть, ну тут тоже не надо делать такой стресс для организма. Поэтому здесь есть люди, которые хотят вакцинироваться одной и той же вакциной несколько раз. Вот, кстати, вопрос у нас от коллег тоже поступал. Вот если сейчас будет ревакцинация, вакцину ты повторяешь ту же самую? Или можешь выбрать лайк? Нет, ты можешь выбрать без проблем. Сейчас в наличии абсолютно все уже достаточно длительное время. Есть 4 вида вакцины и можешь выбрать любую, которую ты хочешь. А рекомендация какая лучше? Здесь все рекомендации должны даваться не через телевидение, а непосредственно врачей. Потому что здесь надо все-таки смотреть на иммунный статус, на состояние каких-то хронических заболеваний и так далее. А вот те граждане, которые хотят дождаться вакцину от гриппа и от коронавируса сразу? Не дождутся пока. Если будут ждать, они переболеют. Нет, такая вакцина, анонс уже есть ее. Она уже проходит испытание. Раньше, чем конец 2022 года, ее вряд ли она появится. Поэтому я думаю, что не надо это торопиться. Ведь мы же сами говорили в самом начале еще, в феврале прошлого года, наверное, о том, что эта инфекция станет сезонной, как грипп. И вакцинироваться мы будем так же, как по гриппу, практически ежегодно. Поэтому сначала надо вакцинировать то, что сейчас есть. А когда ее объединят... Вот сейчас мы тоже делаем грипп. Против коронавирусной инфекции мы уже привиты. А потом будем уже ревакцинироваться. То есть просто еще объединять нельзя. Надо, чтобы интервал был один месяц. А когда ее сделать, конечно, лучше, чем два укола, лучше один получать. Так ведь или нет? Ну, конечно. Ну, а вот то, что сейчас приостановилась у нас так тенденция с вакцинацией, это, наверное, снижает уровень получения коллективного иммунитета. Конечно, конечно. Для того, чтобы был коллективный иммунитет, надо привить как минимум 60-65% населения. Вы видите, нам до него еще как минимум половина. Да, да, да. Причем при том сроке, который уже прошел и сколько нам еще предстоит, нам с вами еще очень много надо сделать. Ну, то есть мы сами тормозим этот процесс? Мы тормозим этот процесс раз и, во-вторых, мы приводим к тому, что у нас опять полные палаты, что у нас тяжелые больные, что у нас реанимации и так далее. Мы сами это все провоцируем. Спасибо, что пришли к нам сегодня на интервью. Большое спасибо за работу, за вашу. С вами, уважаемые телезрители, мы не прощаемся, через рекламу встретимся. До свидания. Спасибо. Настройтесь и вы. Радио «Семь» на «Семи комах». То, что надо для хорошего настроения. Ближайшие домашние матчи «Металлурга» состоятся. 14 октября «Магнитка» встретится с казанским «Акбарсом», а 17-го с командой «Салават Юлаев» из Уфы. Приходите на игры любимой команды. Ей нужна ваша поддержка. Это программа «Деловая неделя». Будьте в курсе главных событий. А самым важным в Магнитогорске и области смотрите каждую пятницу в 19.10 на телеканале ТВИН. Надоело готовить? Хочется разнообразия? Маленького гастрономического праздника? Или большого? Новый проект телекомпании ТВИН в своей тарелке. Мы расскажем вам о местах, где можно вкусно поесть, хорошо отдохнуть, с удовольствием провести время. Уважаемые рестораторы, владельцы кафе и других заведений общественного питания, хотите, чтобы вас узнали с новой стороны? Не боитесь показать свою внутреннюю кухню в прямом и переносном смысле? Тогда добро пожаловать в наш проект «В своей тарелке» с Павлом Зайцевым. Уже в эфире телекомпания ТВИН. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире тысячный выпуск программы «Зелёный остров» и я, её постоянный ведущий Александр Сидельников. Я хорошо знаю вкус брюфлёр китайки. Сейчас я постараюсь сказать, она это или нет. Нереально вкусный, да толстый. Я разрезаю, и мы видим, что на разрезе оно действительно вот как такое полупрозрачное стекло. А с земляничкой... А, с ежевикой было... с ежевикой было покруче. Ой, вкуснятина. Вот теперь до свидания. Смотрите программу «Зелёный остров» каждый вторник в 19.00 на телеканале ТВИН. Это «Магнитогорское времечко». Здесь и сейчас в прямом эфире 3555.00. И мы продолжаем. Сегодня в некоторых регионах страны уровень вакцинации от коронавируса составляет уже более 50%. При этом не меньшее число людей и переборелило на этом фоне. Казалось бы, уже мы должны были достигнуть планки коллективного иммунитета. Но обещанное таково с нами не случается. Специалисты считают, что не нужно возлагать каких-то избыточных надежд на этот коллективный иммунитет. И получается, что рушатся все наши надежды в этом плане. И ученые вообще пришли к выводу, что через 3 месяца после прививки или болезни титр защитных антител уменьшается примерно в 3 раза. А через полгода и того более в 10 раз. Ну то есть нам действительно все время хочется обрести какую-то почву под ногами, почувствовать стабильность. А на самом деле постоянно сведения обновляются, обновляются. И каждый раз они звучат по-новому. Мы не успеваем. Мы успеваем. И картинка меняется. И меняется притом не в лучшую сторону. Мы чего-то ждем такого радужного, какого-то света в конце тоннеля. А это не случается. Ну давайте поговорим на эту тему и не только. Например, вот стоит обсудить заявление Роспотребнадзора, которые утверждают, что заболевание в среднем где-то проходит, наверное, за 11 дней. Но болеть мы им будем через каждые 16 месяцев в среднем. То есть я так думаю, что это могут быть самые разные темпы. Кроме того, интересно поговорить о постковидном синдроме. Это тоже очень такая тема. И, конечно же, обсудить одновременное заражение ковидом и гриппом. Как оно протекает и что делать. Ну и что все-таки смертность увеличивается. На связи с нами по скайпу Алексей Водовозов, научный журналист и военный медик, медицинский блогер, исследователь, автор многих книг по здоровью. Например, пациент разумный. Здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте. Да, привет. Здравствуйте. 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 что вот сейчас отношение к происходящему, оно больше такое наплевательское, я бы сказал так. Я понимаю, конечно, что люди уже устали, что это уже не такой модный тренд, я бы сказал, каким он был полтора года назад, коронавирус. И все уже, мол, давайте сворачиваться, давайте заканчивать, все, мы поиграли в пандемию, на этом все. Но на самом деле совершенно все не так, конечно же, пандемия никуда не уходит и не собирается. До тех пор, пока у нас будет огромное количество людей, чувствительных к вирусу, а это в основном, конечно, непривитые. У нас по стране в целом, если мы возьмем целиком привитых, меньше 30%. Это мы сейчас где-то на уровне Уганды и Албании, вот мы где-то в том районе. Это очень, я бы сказал, обидно, потому что мы сделали одну из лучших мировых вакцин, спутник ВИИ полноценный, который, и между тем, никакого особого движения в сторону вакцинации не наблюдается. Без этого никакого коллективного иммунитета, в принципе, не будет. Потому что, если мы посмотрим на те данные, на те показатели, которые у нас сегодня имеются, то необходимо несколько факторов сложить вместе, чтобы мы получили более-менее работающую коллективную защиту. Ну, Алексей, вы все-таки считаете, что коллективный иммунитет, он должен работать? Просто мы еще не достигли того предела. Ну, здесь на нашей стороне эпидемиология, инфекционные болезни и прочие другие дисциплины, которые показывают, что да, он возможен, вопрос в том, как именно. То есть это должно быть массово и масштабно. Вот это самое главное. Если мы растягиваем всю эту ситуацию, вот как в нашей стране, например, то мы не влияем на течение этой самой болезни. Просто потому, что за полгода, например, у нас появляется новый генетический вариант, который уже более эффективно убегает от антител привитых, в том числе, и уж тем более переболевших. Получается так, что когда мы это растягиваем надолго, да, то мы только способствуем эволюции вируса, к сожалению, так. И ухудшению ситуации. Ну, то есть нужны темпы, нужен ритм, да, определенный, то есть сжатые сроки. Только тогда мы сможем получить тот самый коллективный иммунитет, о котором мы так много говорим. Алексей, а как же убедить людей? Вот в чем вот эта загвоздка? Почему у нас так люди расслабились и такие противники вакцинации, хотя исторически наша страна всегда придерживалась политики вакцинирования? Для меня это загадка, если честно. Я не понимаю. Людям говорят, давайте вы будете жить. А люди говорят, а мы не хотим. А мы хотим умереть. И вот еще вот этих вот с собой прихватим. Вот этого паренька, этих старушек. Что-то они нам не нравятся. Примерно так это сейчас выглядит. Абсолютнейший инфантилизм. Никакой ответственности, никакого понимания, даже желания разбираться. В ситуации абсолютно нет. Моя хата с краю, ничего не знаю. Вот именно эта позиция. Я понимаю, что она особенно культивировалась в последние лет 30, когда вы никому ничего не должны. У нас примат, скажем так, индивидуального, всего остального. И вот как только мы столкнулись, что мы-то с вами живем в обществе, и выжить в таких ситуациях мы можем только все вместе, обществом. Ну, либо не выжить. Тут как бы два варианта. Как еще убеждать, я не знаю, честно. Я так понимаю, что единственное, к чему сейчас мы придем, это к обязательной вакцинации, к штрафам, ко всему остальному. Потому что 30% мы набрали, это несмотря на все усилия, которые были предприняты. Это и различные лотереи в том числе, это и уговоры, это и рассказы, это и те люди, которые сознательно пошли, все это сделали. Но 30% населения. И все. А остальным все как бы абсолютно по барабану. Ну, тут мы уже будем вынуждены защищаться как общество. То есть мы должны будем за себя бороться, видимо, в том числе и при помощи некоторых принудительных мероприятий, раз не понимают по-хорошему. Но вот еще бытует такое мнение, люди говорят, что вообще и врачи, и ученые, они не понимают, с чем мы боремся. То есть вирус постоянно мутирует, что-то новое появляется, и нет какой-то ясной картины. Вот здесь людям как дать ответ на этот вопрос? Вот где они это берут? Мне вот что интересно. Гигантское количество исследований, огромное количество материалов. То есть их невероятное просто количество. И да, действительно, пандемия показала, что наука работает, в общем, очень неплохо. И мы очень быстро разобрались, что это такое. Мы очень быстро разобрались, что работает против него, что не работает. Очень быстро были созданы вакцины. Да, я, конечно, понимаю, что они разрабатывались с 80-х годов прошлого века. Но сейчас они так подошли успешно, удачно, да, как раз к рубежу своего практического применения. И вакцины были созданы в кратчайшие сроки. И при этом они невероятно эффективны и безопасны настолько, насколько вообще в принципе возможно. Ну, это в первую очередь, конечно, речь о векторных вакцинах, в первую очередь, конечно, о спутнике. И о МРН-ковых вакцинах, то есть файзеровской и модерновской. Вот это три топа в мире, я бы сказал так, которые могли бы вытащить планету из этой ситуации. Но начинаются всякие проблемы. Вот люди говорят, а, не изучено. С чего вы взяли, что не изучено? Вы у кого спрашивали? Вы где это читали? Вы где это смотрели? Вы где это видели? Все отлично понятно, как работают вакцины. Есть гигантское количество статистических данных. В конце концов, в мире введено более, ну, уже почти 7 миллиардов доз различных вакцин. Того же спутника несколько десятков миллионов, в том числе за рубежом. В том числе есть публикации научные по спутнику, нероссийские. Черт с вами, если вы не доверяете российским данным. Есть нероссийские данные. Огромная уже масса. На десятках миллионов доз. И там все четко показано, что да, это максимально безопасная вакцина. Ну, вот как только можно придумать. Конечно же, есть побочные эффекты. Бывают. Анафилактический шок, самое страшное из них. Но, извините, анафилактический шок можно получить от укуса пчелы, например. Или съев клубнику. Или съев в кресло стоматолога и получив укол локального анестетика. И так далее. То есть, это вещь непредсказуемая. Но с ней довольно неплохо борются. Алексей, а можно вопрос? Да. Да, вопрос. Смотрите, а если мы, ну, не знаю, предположим, как в фильмах апокалипсисов, что мы отпустим эту ситуацию, и вот так же все в таком же ритме, в таком же темпе будет продолжаться. Как вам кажется, к какому результату мы можем прийти? Ну, не знаю, некий прогноз, скажем так. А вот к апокалиптическому как раз сценарию мы и придем. Дело в том, что мы рискуем стать сейчас чумным бараком всего мира. Действительно так. От нас будут отгораживаться, причем имея для этого абсолютно полновесные основания. Если раньше их нужно было придумывать, да, что там, не знаю, там, Мордор, там, Империя Зла и прочее, то теперь даже придумывать ничего не надо. Мы все сами сделали. От нас можно закрыться. Вот просто намертво огоранить наш железным занавесом, никого оттуда не выпускать. То есть мы в изоляции окажемся. И мы сейчас у себя внутри видим, как развивается естественный ход инфекции. У нас еще третья волна не сошла, уже поднялась с нее четвертая, еще выше. Дальше что будет, мы даже предсказать не можем, понимаете? Мы не можем, мы неплохо знаем прошлое коронавируса, относительно неплохо, настоящее, но очень плохо будущее. Мы не умеем предсказывать, что там будет дальше, потому что эволюция вируса, это процесс такой, стахастический, абсолютно случайный. Там у него внутри идет драка, внутри видовая драка за нас с вами. То есть мы его кормовая база. И там вырабатываются, да, мутации, действительно, почему? Ну потому что есть где погулять. Огромное количество людей, в которых этот самый вирус меняет миллионы и миллиарды поколений. Очень быстро. Эволюция и все остальное. И мы получаем новые варианты генетические. Какие они будут, мы не знаем. Алексей, а расскажите немножечко, вот какая на сегодняшний день картина за границей, в Европе, что там происходит? Как там реагируют на вакцинирование? Реагируют по-разному. Надо сказать, что наша страна в плане антивакцинационных настроений не чемпион мира. Чемпион мира Франция. И вы можете видеть, что там происходят в том числе массовые протесты. В том числе с разгонами демонстрации, с водометами, с газовыми атаками и со всеми необходимыми для развитой демократии атрибутами. Как вы видите, да, те же самые протесты могут проходить и в Германии, и в Италии, и во всех остальных. Но все-таки, если мы посмотрим в целом на Евросоюз, то уровень вакцинации там примерно в два, а то и в два с небольшим раза выше, чем у нас в стране. Дело в том, что многие там рассматривают вакцинацию как способ выхода из ограничений. Просто потому, что у нас люди сами вышли. Они сами эти прекратили для себя ограничения. Какие там маски, какая дистанция, мне надо в магазин, ничего не знаю. А мне надо в отпуск, а мне вообще в Турцию. Будьте добры предоставить. За рубежом люди сидели в ограничениях очень долго. И для них вакцина стала естественным выходом оттуда. То есть просто пропуском в относительно более-менее мирную жизнь. Для них действительно это стало своеобразным достижением. И поэтому, да, люди начали массово вакцинироваться. Не везде. Если мы говорим о пропуске в здоровую жизнь, что вы можете сказать о каких-то лекарствах? Есть ли разработки в этом направлении, именно от коронавируса? Да, разработки, конечно же, ведутся с самого начала. Естественно, стали в первую очередь пробовать те антивирусные средства, которые были под рукой. К сожалению, ничего из них не сработало. Надо сказать, что вирусы – это вещь довольно сложная. Вы понимаете, это внутриклеточный паразит. То есть вирус использует нас с вами и строит себя из нас с вами. Если мы будем бить по каким-то участкам вируса, мы попадем по себе. Получается так. То есть, например, мы хотим прервать его репликацию, то есть размножение внутри клетки. Надо ударить по какому-нибудь ферменту. А ферменты наши, если мы начнем их блокировать, будет плохо нам в том числе. Разрушать себя. Да, по сути так. Но у нас есть удачные примеры. Есть антиретровирусная терапия при ВИЧ, например. И сегодня она настолько эффективна, что ВИЧ-инфицированные доживают до Альцгеймера. Они сами так шутят, что мы теперь можем доживать до Альцгеймера. Почему? Ну, потому что ВИЧ – это уникальный вирус. Он использует обратную транскриптазу. Очень редкий фермент, которого у нас нет в принципе. Вот по нему мы можем легко ударить. Что мы и делаем. С коронавирусом, к сожалению, не так. Он использует всю нашу механику внутреннюю. Все наши клеточные механизмы, все наши биохимические процессы. Поэтому вот так прицельно по нему ударить не получается. Что пытаются делать? Блокировать, например, моноклональными антителами. То есть не давать ему войти в клетку. Это один из вариантов. Один из перспективных вариантов. И да, действительно есть некоторые успехи в этом направлении. Что еще мы можем? Мы можем, например, людей в стационарах все-таки более-менее спасать. За счет чего? Ну, за счет того, что коронавирус, когда к нам вторгается, он приводит в полнейший раздрай иммунную систему. И дальше уже иммунная система уничтожает нас. Как бы так коллаборант вируса, я бы сказал, полицай на службе у него. И получается, что да, если мы применяем системные кортикостероиды, то мы действительно подавляем избыточную реакцию. А если вдруг возникает цедокиновый шторм, у нас тоже есть моноклональные антитела против них. Сейчас вот, ну, вроде бы неплохо себя показывает антивирусный препарат молнопиравир, который создала компания Мерк. Посмотрим. Пока мы не можем сказать на 100% насколько он эффективен, там слишком много ограничений. Его нужно успеть принять в первые 5 дней после инфицирования. А это, понимаете, как не всегда возможно, не всегда очевидно. Ну, вроде бы как, он там вдвое снижает потом госпитализацию вот таких людей. Алексей, ну вот такая мрачная действительность так теперь над нами и будет висеть. То есть мы так теперь будем жить. Да, да, да. И единственный у нас выход это в сторону вакцинации. То есть никаких других вариантов у нас нет. Лечим мы пока эту вещь плохо. Погибает слишком много людей. Ну, посмотрите, что у нас в стране творится. Три Боинга огромных падают каждый день. Каждый день погибает гигантское количество людей. До тысячи. Мы уже к тысяче подбираемся. И это, в общем, только официальные данные. Как вы понимаете, они и запаздывают, и не всегда абсолютно всех учитывают. То есть там есть свои нюансы. То есть это очень много. Невероятное. И у нас есть выход. Самое интересное. У нас есть способ всю эту вакханалию вируса остановить. То есть мы просто создаем нечувствительную для вируса популяцию. Привитую. Причем как можно быстрее. Как можно массово. Если у него не будет где развиваться, у нас не будет таких выраженных проблем с ним. Скажите, пожалуйста, вот такой еще момент. Мы очень много говорим о ковиде, но пока мы тут как-то не можем еще справиться с ковидом, как говорится. А тут пришла еще одна беда. Постковидный синдром. Будет ли он, вернее, как появится ли он, если ты прививаешься? Есть ли против него какие-то, я не знаю, тоже средства? Потому что это же последствия какие-то страшные после ковида. Так, давайте разбираться. Про постковидный синдром мы знаем еще меньше, чем про ковид. Это действительно довольно свежая такая вещь. В прошлом году, когда стали появляться сообщения, посчитали, что это просто какие-то невезучие люди. У них какое-то там неудачное стечение обстоятельств внутри организма, и поэтому у них такие последствия. А сейчас мы точно знаем, что это четкое осложнение ковида. Вот прям даже очень характерное. Надо сказать, что примерно у трех четверти переболевших в той или иной степени он сохраняется до 12 недель. А у четверти переболевших и дальше, то есть от 12 и мы не знаем до скольки. Потому что это ограничивается временем наблюдений. Так вот поражаются абсолютно все органы. Вируса уже нет, но абсолютно все органы страдают. Вот поскольку, ну опять же говорят, что это, не знаю, грипп, как ГРИП, как ОРВИ, нет. Это сильно отличающаяся инфекция. Она бьет по микрососудистому руслу. Микрососуды у нас есть абсолютно везде. Соответственно, мы получаем повреждения, поражения в сердце, в головном мозгу, в легких, поджелудочные, селезенки, в почках, в ЖКТ, в кровеносных сосудах, печени. Везде есть последствия. Вопрос в том, как они будут выглядеть, у кого они конкретно появятся. Предикторов, то есть предсказателей каких-то, маркеров у нас пока что нет. Мы единственное, что более-менее понимаем, это чаще он будет развиваться у мужчин и чаще у пожилых. Вот все. То есть это на сегодня пока что вот такие факторы риска, о которых мы можем сказать. Наличие хронических заболеваний, в общем, тоже скорее будет таким фактором риска именно развития постковида. Как от него избавляться, мы не знаем. Как его лечить, мы не знаем. Почему он возникает, мы не знаем. Но лучше, наверное, все-таки предотвратить. Да, именно так. И причем, смотрите, какая интересная вещь. Когда стали вакцинировать людей, переболевших, то набралась уже довольно неплохая статистика, довольно большая статистика. И выясняется следующая вещь, что когда людей, переболевших с постковидным синдромом, прививают, после второй дозы у них почти все исчезает. То есть вакцина работает не только как предотвращающая ковид и постковидный синдром, естественно. На фоне вакцины никакого постковида быть в принципе не может. Там нет субстрата поражающего. Поражающий субстрат это вирус. Сам вирус, который бьет по нашим с вами сосудам. Так вот, получается так, что вакцина не только предотвращает ковид и постковидный синдром тем самым, но еще и уменьшает его проявление. Излечивает даже практически все последствия. Да. Алексей, ну спасибо вам за этот разговор, за то, что вы присоединились к нашей теме обсуждения. Я думаю, что сегодня мы будем более спокойно спать ночью, потому что много вопросов накануне нас волновало. Ну а призыв, наверное, единственный остается. Будем жить, если будем вакцинироваться. Да. Будьте добры. Нужно прививаться. Без этого мы не выйдем из этой ситуации. Только все вместе. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. До свидания, уважаемые телезрители. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин